Бронепоезд НКВД. Экипаж которого спас подмосковный Дмитров. Среди малоизвестных фактов в истории обороны столицы войсками НКВД, боевой путь отдельного бронепоезда Н-73 по охране железнодорожных сооружений войск НКВД СССР под командованием старшего лейтенанта Федора Дмитриевича Малышева. 28 и 29 ноября 1941 года экипаж бронепоезда героически сражался на берегу канала Москва-Волга с наступавшими на Москву гитлеровцами. Благодаря этому был сорван план неприятеля по молниеносному захвату города Дмитров, а орудия и пулеметы бронепоезда защищали город вплоть до подхода подкрепления и намертво остановили врага, не позволив ему двинуться по Дмитровскому шоссе на столицу. Бои за Дмитров по праву следует считать одним из поворотных моментов в битве за Москву. Захватившие накануне город Яхраму, шоссейный мост через канал Москва-Волга и даже переправившиеся частью сил ночью 28 ноября на восточный берег канала, у города Дмитров, гитлеровцы не смогли продвинуться ни на шаг. Именно на этих рубежах начался их разгром в ходе последовавшего в декабре 1941 года контрнаступления советской армии под Москвой. Послевоенные мемуары дважды Героя Советского Союза генерала армии Лелюшенко, командовавшего в то время 30-й армией во всей полноте передают драматизм ситуации, сложившейся после переправы германских войск через канал. Рассвет застал нас в Дмитрове. В городе было пустынно. Наших войск нет, только трехорудийная зенитная батарея стоит на площади возле церкви, неизвестно кому подчинена. А южнее города, уже на восточном берегу канала Москва-Волга, слышна частая стрельба танковых орудий. Критическое положение. Противник вот-вот ворвется в Дмитров, а здесь штаб армии и войск нет. И тут, на наше счастье, на линии железной дороги Яхрома, Дмитров появился бронепоезд. Он сходу вел огонь. Машинист то резко бросал его вперед, то также стремительно уводил назад. Когда бронепоезд подошел ближе, мы с начальником связи подполковником А. Остренко подбежали к нему. Вскочив на подножку, я постучал по башню. В броне зияли две свежие пробоины и несколько вмятин. Люк открылся, в нем показался человек в кожаной тужурке, какие ранее носили командиры-танкисты, но без знаков различия, лицо его было испачкано мазутом. Командир бронепоезда номер 73 капитан Малышев, представился он. Ввиду бой уничтожил 8 танков. Единоборство бронепоезда с 20 танками. Редчайший случай. Точно варяг против японской эскадры. В полголоса сказал Остренко. Смотрите дальше. Дальше будет интересней. Подписывайтесь. Комментируйте. Ставьте лайки. И обязательно включите уведомления. В канонический текст воспоминаний генерала Лелюшенко здесь следует внести одну важную поправку. На момент боя Малышев был еще не капитаном, а старшим лейтенантом. Исторические документы свидетельствуют, что после получения известия о появлении гитлеровцев на восточном берегу канала Москва-Волга с приказом остановить прорвавшиеся танки был направлен бронепоезд войск НКВД, погрузивший в качестве десанта пехотную роту РКК. Иных сил в округе не оказалось. В течение трех часов бронепоезд вел бой, 4-76, миллиметровых орудия, 13 пулеметов Максим, 8 пулеметов Дегтярева, с открытой позиции, после чего отошел в укрытие на железнодорожной станции Дмитров. Утром следующего дня, 29 ноября, пополнив боеприпасы на станции Вербилки, он снова вернулся к Дмитрову и продолжил сражаться. Вскоре неприятельским огнем был сожжен его паровоз, разбита командирская рубка, одна из орудийных башен, корпус получил множество пробоин, по исследованиям Дмитровского краеведа Карасева. Были убиты двое и ранены 15 членов его экипажа. Однако обездвиженный чекистский бронепоезд не покинул поле боя, а продолжал стрельбу по врагу, выигрывая время до подхода советских войск, первой ударной армии, которые впоследствии отбросили врага за канал. Стреляющий, но неподвижный бронепоезд был очень уязвим для врага, однако ему на помощь пришли железнодорожники со станции Дмитров, машинист Доронин и его товарища, Мирошниченко и Лавров, которые привели на место боя новый паровоз, и подцепив его к бронепоезду, вывели его из-под огня. За этот бой многие члены экипажа, а также дмитровские железнодорожники, в том числе машиниста Доронин и 20-летняя стрелочница М.Т. Летневская-Барсученко, под огнем бесстрашно переводившая стрелки на железной дороге и обеспечившая маневренность бронепоезда, были удостоены высоких правительственных наград, а сам бронепоезд был награжден Орденом Красного Знамени. В дальнейших битвах Великой Отечественной войны он именовался уже Краснознаменным, принял участие в обороне Сталинграда. Имя одного из погибших членов экипажа бронепоезда номер 73, бывшего московского метростроевца, командира отделения пулеметчиков сержанта Николая Фомичева, удостоенного посмертно Ордена Красного Знамени, сегодня носит одна из улиц подмосковного Дмитрова.